МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чужих не бывает". Белорусский Красный Крест помогает собирать детей к школе. В этом году объединились два района. Кто и как может поучаствовать? Под опасными линиями. Под Бобруйском отец и сын получили электрические ожоги. Они очень легко проводят электрический ток. Где точно не стоит проводить досуг. Последние приготовления. В преддверии сезона Динамо Шинник провел открытую тренировку для представителей СМИ. Хорошо поработали. Два месяца были плодотворные тренировки. Когда старт? А также импульс развития, природный ресурс и стопроцентный показатель. В этом учебном году все школы Беларуси перейдут на новые принципы питания. Что в меню? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. В Бобруйске продолжают создавать комфортные условия для жизни. В микрорайоне Киселевичи построят арендное жилье. Новая десятиэтажка на 80 квартир появится на Наумова, 47. Претендовать на метры комфорта смогут медицинские работники. Независимо от должностей, стажа. Среди главных критериев – отсутствие жилой площади, достойные показатели в работе. Планируется, что в этом году начнется строительство этого дома. По мере финансирования наших возможностей будет вести максимально. Будем стараться в конце года. Но более вероятный срок, который будет нормативный, – это начало следующего, 2025 года. В этом году в Беларуси будет построено около 355 тысяч квадратных метров арендного жилья. Направление перспективное в решении жилищных вопросов. Поэтому правительством планируется ежегодное увеличение объемов. С риском для жизни. В Бобруйске на озере Солдатском под линией высоковольтных передач пострадали мужчина и ребенок. Такие случаи не редкость. В 18-м и 22-м на этом же месте двое рыбаков пренебрегли правилами безопасности. В этот раз бобруйчанин 79-го года рождения вместе с 9-летним сыном получили травмы из-за соприкосновения удилища с линией электропередач под напряжением 110 кВт. Отец с ожогами 85% тела находится в реанимации. Мальчик с незначительными повреждениями дома. Как правило, рыболовные снасти выполнены из углепластика. И они очень легко проводят электрический ток. При приближении удилищем на небезопасное расстояние, недопустимое расстояние до проводов, происходит перекрытие. Вследствие чего происходит электрическая дуга. И страдает человек. Несмотря на специальные предупреждающие знаки, именно эта локация – центр притяжения рыбаков. Очень важно помнить, при передвижении под проводами необходимо предварительно складывать удилища, чтобы избежать случайного прикосновения или приближения на недопустимо близкое расстояние. А лучше избегать такого пути вовсе. Спортивные баталии, вкусные траты и колоссальная работа. До зимы природный газ поступит в 57 населенных пунктов. Сколько километров сетей построят? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Беларусь и Узбекистан заключили 18 контрактов на 141 миллион рублей. Такие итоги женского бизнес-форума, который прошел в рамках официального визита белорусской парламентской делегации в Ташкент. Стороны отметили, что форум стал импульсом для развития малого и среднего бизнеса. В этом учебном году все школы Беларуси перейдут на новые принципы питания. В меню блюда, разработанные с учетом предпочтений учащихся. В помощь поварам подготовлены Министерством образования информационный сборник технологических карт, которые включают более 350 наименований. Порядка 900 километров сетей газоснабжения построят в Беларуси в этом году. До зимы природный газ поступит в 57 населенных пунктов. Оценивая качество развития этой сферы за последние 30 лет, руководитель ведомства отметил, что проделана колоссальная работа, построенной 55 тысяч километров газовой сети. Уровень газификации вырос с 35% до почти 84. Восемь белорусских спортсменов выступят на 17-х Паралимпийских играх в Париже. Старт соревнований 29 августа. Команда нашей страны продемонстрирует способности в плавании и легкой атлетике. Лидер сборной – 16-кратный паралимпийский чемпион Игорь Боки. Белстат подсчитал, сколько белорусы тратят на еду. Во втором квартале 2024-го чуть больше 38% доходов ушли на продукты питания, на непродовольственные товары – 34,8, на оплату услуг – 24,5. На одно домашнее хозяйство люди, которые живут вместе и обеспечивают себя всем необходимым, это может быть и один человек, в среднем приходилось почти 2400 рублей в месяц. Большая маленькая помощь. Белорусский Красный Крест проводит благотворительную акцию. Поддержка оказывается учащимся, которые находятся в социально опасном положении. Детям-инвалидам, многодетным, малообеспеченным семьям. Каждый желающий может сделать денежные пожертвования, либо приобрести товары, необходимые для учебы. Канцелярские принадлежности, тетради, ранцы. Информационное агентство «Бобруйск-Медиа» не смогло пройти мимо. Свою лепту в дело внес каждый сотрудник предприятия. В этом году объединились два района – и Ленинский район, Первомайский район, города Бобруйска. И мы проводим вот такую городскую акцию для того, чтобы максимальное количество детей получили помощь. Кроме того, более 111 тысяч многодетных получили единовременную матпомощь на подготовку детей к учебному году. Общая сумма – 29 миллионов рублей. Такая подмога предоставляется независимо от дохода семьи. Ее размер – чуть менее 130 рублей на каждого школьника. Энергия 24 на 7. Представить мир без электроприборов равно кануть в небытие. То, что изрядно облегчает жизнь, может обернуться ударом тока, если пренебрегать правилами. Зарядом безопасности поделится Елизавета Липеева. Ответственная за свет и тепло электроэнергия – движущая сила 21 века. Наряду со статусом жизненно важного ресурса может маячить и смертельная опасность. Если игнорировать прописные истины, бытовые приборы в доли секунды станут вершителями судеб. Верный помощник здесь – устройство защитного отключения. Принцип работы его сравнивает ток в фазном и нулевом проводнике. И при проявлении тока утечки, который уходит либо в трехпроводных сетях через защитный проводник, либо через тело человека, автоматически срабатывает и отключает поврежденный участок. Вопрос с током. В жилом фонде, возведенном после 2000-х, установка УЗО «Прокладка трехпроводных сетей» предусмотрены в проекте. Как быть с домами постарше, где и спасатель аппарат отсутствует, и электросеть двухпроводная? На все вопросы ответ один. Необходимо предусматривать жильцам замену электропроводки на трехпроводную. Но это затратно и занимает много времени. Поэтому единственным способом и устройством защитить человека от поражения электрическим током тока утечки – это установка устройства защитного отключения. Так называемое УЗО не берег от короткого замыкания и перегрузки. В тандеме с аппаратом должен быть автовыключатель. Есть альтернатива. Вместо двух устройств – одно дифференциальный автомат. Правильное подключение – дело простое. Схема в комплекте. Время срабатывания дифавтомата, либо УЗО, быстрее, чем человек почувствует, что его ударило электрическим током. Дифавтомат имеет тестовую кнопку для проверки его работоспособности. При включенном положении и при поданном напряжении на устройство производится нажатие кнопки и тестовое происходит отключение. На безопасности, как и на здоровье, не экономят. Установка устройства защитного отключения или диффавтомата подарит и спокойный сон, и уверенность в завтрашнем дне. На стартовой линии 28 августа перед началом сезона МХЛ 24-25 на Бобруйск-арене прошла открытая тренировка молодежного хоккейного клуба «Динамо Шинник». Основные зрители – представители СМИ. Среди приглашенных – Роман Костюков. Сегодня «Динамо Шинник» – фармкоманда системы главного хоккейного клуба страны «Динамо Минск» и лучшее место для развития молодых игроков. В предстоящем сезоне ребятам предстоит сыграть в дивизионе «Серебряной» западной конференции МХЛ. Хорошо поработали, два месяца были плодотворные тренировки, подва льда, зал. В принципе, готовимся, еще неделька есть и стартуем в чемпионат. Надеемся, что на первый матч придет хорошее количество болельщиков, как и всегда. И будем вместе с ними биться ради победы. Сальда в пресс-центр. Более конкретные темы итогов межсезонья и готовности команды к дебютным играм журналисты смогли обсудить вместе с генеральным менеджером и главным тренером команды. В частности, представители медиа интересовали результаты товарищеских игр и процесс подготовки. Провели мы 9 матчей. Да, хорошие соперники были, поэтому посмотрели ребят, всех, кого мы хотели видеть в команде, мы их посмотрели. Посмотрели, в каком они состоянии находятся. Хотя, конечно, хочется всегда выигрывать, но получалось так, что мы и проигрывали в таких матчах, которых мы не должны были. В этом межсезонье «Шинихи» провели достойную трансферную кампанию. Из 28 игроков 17 остались с прошлого сезона, 11 – новички. Средний возраст команды – около 18 лет. Опыт старожил молодежки сочетается с приобретенными качествами. Кроме того, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения. Трансферная кампания, как таковая, она у нас не заканчивается на протяжении всего сезона, потому что ребята в разной форме, плюс болезни. У нас очень долгие переезды, то есть календарь так составлен, что у нас будет даже больше, чем в прошлом году выездов. Поэтому, учитывая то, что еще ребята у нас привлекаются постоянно либо в юниорскую, либо в молодежную сборную, иногда в национальную, то есть как мы это по прошлым сезонам знаем, поэтому будут люди. Первая игра пройдет уже 4 сентября. В соперниках – Академия СК Юниор. Как и в последующих двух турах, встреча будет домашней. Руководство верит – заряд родных трибун поможет хоккеистам вобрать необходимый настрой и проявить себя в сезоне. Цель и задача одна – пробиться в плей-ин чемпионата. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова